Ваш любимый научный проект Шашлык домашний Всем привет, с вами снова проект научный домашний шашлык. И этот масштабный ролик наконец буду озвучивать я, как вы поняли, в этом ролике мы продолжим нашу мемкторину только с новым участником. Встречайте! Мемная папка. Ну а же второй противник, это мачка-посла. Сейчас вы увидите, как сразятся в жестокой битве два мемных канала. Начинаем! Первый вопрос. Самый крупный город по населению в мире? А. Токио. Б. Дели. В. Москва. Правильно. Самый большой в мире город это Токио. Второй вопрос. У какой из этих стран больше населения? А. Бангладеш. Б. Россия. В. Германия. Правильный ответ это Бангладеш. Не угадал мачка-посла. Третий. Какая из этих рыб живет в маленьких прудах? А. Окунь. Б. Щука. В. Карась. На этот раз все ответили правильно, идем дальше. Далее. Что такое VFX? А. Технология монтажа. Б. Модель автомобиля. В. Набор букв непонятный. Все ответили правильно, счет идет почти на равных. Можно ли стать президентом РФ любому здоровому и взрослому человеку? А. Легкий вопрос. Легкий ответ. Алло, это Путин. Панфлейта это русский народный инструмент? А. Да. Б. Нет. Панфлейта. Это флейтовый музыкальный инструмент. В этом вопросе выиграла мачка-посла. Существует ли имя Дрезина? А. Да. Б. Нет. На самом деле, такого имени нет и никогда не было. А Дрезина это тележка для передвижения. Кто разработал WhatsApp? А. Украинец. Б. Американец. В. Робот. Оказывается, приложение было придумано украинцам. Им же и сделано. Это вопрос? А. Да. Б. Нет. Нет. Где вы увидели тут вопрос? Каким каналам доступна вкладка сообщества? А. Всем. Б. От одной тысячи. В. От пятиста. Хах, а кто этого не знает? Конечно, от двадцати. Далее. Геннадию Горину больше пятидесяти лет? А. Да. Б. Нет. Одиннадцатого декабря 2017 года Горину исполнилось сорок пять лет. Да, едем далее. Жмых это. А. Замена слову из трех букв. Б. Продукты переработки масла. Ответы правильные. Переходим дальше. Это тринадцатый вопрос или я шучу? А. Тринадцатый. Б. Это четырнадцатый. Ответы правильные. Переходим дальше. Кто такой Муаммар Кадафади? А. Певец. Б. Бывший президент Ливии. В. Футболист сборной Колумбии. На этот раз правильно ответил мачка посла. Идем дальше. Дальше. Что такое шнегаси? А. Казахский напиток. Б. Геологический термин. В. Такого слова не существует. Да. Такого слова просто нет. Продолжим. Так. Фамилия актера, озвучившего советскую версию Винни-Пуха. А. Леонов. Б. Колчанов. В. Комановский. Правильно ответил мачка посла. Продолжаем. Расшифровка термина ВВП в экономике. А. Верификация внутренних платежей. Б. Внутренний воловой продукт. В. Внутрирегионный вносимый платеж. Молодцы. Все ответили правильно. Такс. Была ли Польша землей Российской империи? А. Была. Б. Нет. Не была. В. Польша была в составе не Российской империи, а СССР. Польша находилась в составе РИ. Одно очко плюсом в очке посла. И последний вопрос. Является ли PewDiePie самым богатым блогером на планете? Первая и Тарина в Amazon. Наша мемкторина окончена. И по результатам побеждает мемная пабка с результатами 14 на 13. Поздравляем! А. На этом ролик подошел к концу. Спасибо за просмотр, а также просим всех неподписанных подписаться. Мы очень хотим добить 3000 подписчиков. До свидания.